Валерий Рашкин заявил, что в современной России можно говорить не только о судебных процессах против инакомыслящих, но и о политическом терроре. Такой момент очевиден далеко не всем. Однако Рашкин привел конкретные примеры, где обосновал свою позицию. На его выступление негативно отреагировали Единороссы и Владимир Жириновский. Вы на канале Политическая система, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Валерий Рашкин о политическом терроре. Касающийся репрессий и террора в отношении представителей нашей партии, компартии Российской Федерации, являющейся неотъемлемой частью российской оппозиции. Есть громкие дела, о которых говорят в различных СМИ, в том числе на федеральных телеканалах. Каждый день есть совершенно запредельные дикие ситуации, о которых никто не знает. Потому что есть указания блокировать КПРФ и не пускать никакую информацию, исходящую от КПРФ и касающуюся ее представителей. Когда я говорю о политических репрессиях, о реальном терроре, развернутом в отношении накомыслящих, это не фигура речи и это не художественная метафора. Приведу вам отдельные факты, о которых вряд ли вам расскажут в провластных средствах массовой информации. 29 августа в Москве на Австазоводской улице произошло зверское избиение участников совещаний комсомольцев, лимоновцев и членов АКМ, посвященное подготовке всего лишь молодежного марша «Антикапитализм-2005», которое проходило в общественной приемной КПРФ. Участники нападений, 23 человека в масках, были вооружены дубинками, огнестрельным травматическим оружием и взрыв-пакетами. Их доставили к месту побоища в автобусе. В результате нападений серьезно пострадали шесть активистов левого движения, в том числе комсомольцы. Двое из них были в тяжелом состоянии, отправлены в больницу с переломами рук и черепа. Буквально через неделю, 6 сентября, в Красноярске на группу активистов Союза коммунистической молодежи, шесть человек, во главе с секретарем Ленинского района СКМ Юрием Барановым, напали неизвестные. Трое нападавших вооружены битыми и молотками, и не вступая в какие-либо объяснения, стали избивать молодых людей. Это происходило всего в нескольких метрах от стоящей машины ДПС, сотрудники которой делали вид, что не замечают преступления. После того, как нападение получили достойный отпор, то один из преступников даже попросил устоявшего сотрудника правоохранительных органов разрешение позвонить по мобильному телефону и смог вызвать подкрепление. В Самаре 11 сентября во время шести антикапитализма были задержаны 30 активистов левой молодежной организации. Манифестанты собирались привлечь внимание местных властей к проблеме ухуджения уровня жизни в Самарской области. Задержанные обращались крайне жестко. Избивали, срывали одежду, сутки продержали в холодном помещении изолятора. Обратите внимание, уважаемые коллеги, я перечисляю хронику террора. Всего за две недели ее можно было продолжить. А подобный террор происходит практически ежедневно. И его жертвы исчисляются тысячами. Причем речь идет не только о незаконных задержаниях, избиениях и пытках. Докладываю вам с этой высокой трибуны, что на сегодняшний день органами прокуратуры и внутренних дел не раскрыты ниже следующие преступления. Убийство депутата Государственной Думы Мартьянова, Москва. Убийство первого секретаря Буинского районного комитета КПРФ Садыкова, Татарстан. Убийство сотрудника мэрии города Пскова, коммуниста Люхотан, Псков. Убийство коммуниста Стехова и его семьи, Ставропольский край. Нанесение побоев коммунистов Истомину, Савиной, Растигаева, Брянская область. Разбойное нападение на участников вечера, посвященное 60-летию освобождения Калининграда от фашистов в помещении Октябрьского райкома КПРФ «Калининград». Можно продолжить этот список, времени не хватит, диктовать и получаса. В качестве абсолютного эталона политического террора у нас принято считать политические репрессии 1937 года. Однако, существующий в сегодняшней России политический строй давно переплюнул любые исторические аналоги нового и новейшего времени. Что-то подобное происходящим сейчас можно найти только в эпоху Средневековья и Инквизиции. Например, захват заложники членов семьи, главы конкурирующего клана или враждебного племени. Ярчайший пример – арест сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко. С 28 сентября Андрей Левченко находится в СИЗО. Это при том, что до сих пор даже не вынесено законное решение о привлечении его в качестве обвиняемого. Сам Андрей Левченко является руководителем фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области, то есть спецсубъект. В деле нет ни одного доказательства его причастности к какой-либо преступной действии. Никакой! Однако Андрей Левченко до сих пор продолжает держать за решеткой в нарушении всех процессуальных норм. Для всех очевидно, что причина и цель его ареста состоит в том, чтобы не дать вернуться в активную политику его отцу, бывшему губернатору Иркутской области Сергею Георгиевичу Левченко. Сына Левченко Андрея арестовали сразу после того, как стало известно о том, что Сергей Левченко может войти в состав Государственной Думы. Поэтому был приведен в действие такой план. Взять в заложники члена семьи. Вот такова реальность сегодняшней России. Бондаренко Николай, Саратовская область, депутат областного законодательного собрания. За то, что он вышел к избирателям, а Штаровали на 20 тысяч рублей, а сейчас готовит провокацию, чтобы лишить его мандата. Зачем? Для чего? Грудинин, Павел Николаевич, больше 800 судов только там провели, защищает замечательный совхоз Ленина и коллектив. Зачем это делается? Не раз здесь выступали по этому делу. Карательная машина в нашей стране уже не просто перешла грань разумной жестокости. Она вышла за грань абсурдно. Чего стоят только недавние судебные решения о штрафе глухонемого прохожего, которого обвинили в том, что он выкрикивал антиправительственные лозунги. Абсурд! Судья даже не усомнилась в обвинении, глядя в глаза немому от рождения инвалиду, который не мог ей ответить. Уважаемые коллеги, из провластных фракций обращаюсь к вам, призываю задуматься над тем, что творится с вашего молчаливого согласия. Хотя вы не глухонемые и отличие от осужденного инвалида, современная опричнина, которая действует в России, пожирает не просто инакомыслящих. Они пожирают саму страну, саму суть правового государства. Если вы вспомните историю не только России, но и других стран, например Франции, для вас станет очевидно, что террор никогда не останавливается на какой-то узкой, окрашенной группе людей. Рано или поздно этот монстр пожрет и вас, сидящих в том числе в этом зале. В России, 23 февраля у нас на носу праздник, в Компартии Российской Федерации в региональных отделениях сделали заявки на то, чтобы провести публичные мероприятия в форме шествий, митингов по всей стране. Практически везде исполнительная власть, а в общем-то это в основном представители единой России, отказывают в проведении этих публичных массовых мероприятий. Зачем это делать? Зачем провоцировать столкновение? Искусственно провоцировать столкновение? Это же праздник. Да давайте разрешим проведение публичных мероприятий в 23 февраля в форме и шествий, и митингов, и концертов, всего что есть. Мы, Компартия Российской Федерации, проводя уличные мероприятия, никогда не нарушаем законов. Никогда не нарушаем законов. Можно проверить любой год. Если проходит провокация, то провокация от других сил, в том числе и правоохранительных структур. Давайте разрешим, в том числе и в Москве, мы сделали заявку провести шествие от Пушкинской площади до Театральной площади, провести здесь митинг. Приглашаем вас всех. Приходите все партии, все движения, Единая Россия и Справедливая Россия, и ЛДПР, ЛДПР на Театральной площади. Всех приглашаем. Отдельно о ситуации с Левченко. Дорогие друзья, прямо на наших глазах сегодня в России разворачивается масштабное наступление на основополагающие демократические институты, на политические права граждан. В системе конституционных прахов свобод человека и гражданина политические права, в частности, избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществлять общественный контроль над ними, свободно выражать свое мнение, принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шестиях и пикетированиях. Свободно искать, получать и распространять информацию занимает особое место, поскольку могут способствовать реализации всех остальных прав и свобод человека и гражданина. Более того, согласно всеобщей декларации прав человека, каждый гражданин должен обладать всеми правами и всеми свободами без какого бы то ни бора различия в отношении политических убеждений. Также в декларации указано, что если власть в государстве работает не на национальные интересы, то у нации есть священное право на восстание против тирании и угнетения. Ну а между тем, на сегодняшний день в отношении политиков и гражданских активистов возбуждается все больше уголовных дел и дел об административных правонарушениях. Совершается все больше противоправных деяний, в основе которых усматриваются признаки преследования по политическим мотивам. Особое давление испытывают на себе члены и сторонники КПРФ и представители других движений левого политического спектра, а также иные оппозиционные силы. Так 23 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу на продление до 20 февраля 2021 года срока содержания под стражей руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области Андрея Левченко. Против него выдвинулось совершенно абсурдное обвинение, связанное с деятельностью сторонней компании. Дело сшито с целым ворохом нарушений. Власть опять плюет демонстративно на закон. Пункт 9 части 1 статьи 448 Уголовного процедуального кодекса гласит, что привлечение депутата регионального Законодательного собрания в качестве обвиняемого производится только руководителем следственного органа соответствующего субъекта федерации. И только руководителем. Вместо этого решения принято в Центральном аппарате Следственного комитета России. Иными словами, законных оснований для содержания Андрея Левченко под стражей не имеется. Более того, если ему вменяется экономическое преступление, то в соответствии с принятыми в 2019 году поправками его нельзя содержать под стражей. Это закон. Но в этом деле ему места нет. В содержании Андрея Левченко под стражей нет и никакой логики. За него уже поручились почти 200 депутатов от КПРФ всех уровней со всей территории России. Если он попытался бы скрыться или помешать следствию, нас бы оштрафовали на миллионы рублей. Нас, поручителей. Держать Андрея Левченко за решеткой с точки зрения права смысла вообще нет. А вот политическая подоплека просматривается вполне очевидно. Мы, дорогие друзья, убеждены, что его преследование используется как инструмент давления на его отца Сергея Левченко. Который из-за угрозы несправедливого уголовного преследования был вынужден оставить пост губернатора Иркутской области. Но продолжает активную политическую деятельность. Олигархическая власть мстит красному губернатору первому народному избраннику. Ставшему главой региона вопреки воле Старой площади. После более чем десятилетнего периода одобрямс назначение из Москвы. Неудивительно, что власть всеми правдами и все больше неправдами пытается выдавить возмутителей ее спокойствие из политики. Сергей Левченко увеличил бюджет Иркутской области более чем на 90 миллиардов рублей. Это почти в два раза. Вырос не только областной бюджет, но и до 280 миллионов рублей возросли поступления в федеральный бюджет. А это в три раза больше. Он стал единственным в стране губернатором, который выступил за полный запрет продажи круглого леса в Китай. Кстати, когда все уже забыли, что это была инициатива Левченко, то же самое предложил Путин. Сергей Левченко ввел систему маркировки всей заготавливаемой древесины, всей. Он спас сотни тысяч кубометров леса от варварских незаконных рубок. Заставил черных лесорубов соблюдать закон, беречь природу и платить налоги. В результате налоговое поступление от предприятий лесной промышленности увеличилось с 3 миллиардов до 10,3 миллиардов рублей. Сегодня же правительство нового губернатора Игоря Кобзева стыдливо признает, что за 9 месяцев 2020 года собрало всего 3,3 миллиарда. Думаете, лес перестали рубить? Ну, как бы не так. Вот только платить налоги за вывозимый лес и вырубка леса не хотят при этом губернаторе. За счет чего же тогда сегодня компенсируются выпадающие доходы области? Как думаете, Кобзев банально набирает непомерные долги? Вот и все. Если Сергей Левченко снизил государственный долг Иркутской области с 21 миллиарда рублей до 12 миллиардов, то господин Кобзев раздул его почти до 30 миллиардов. Это всего лишь за один год. А это то, что ставник старой площади стал делать первым делом. Буквально 30 и 31 декабря 2019 года Кобзев взял 6 миллиардов в трех коммерческих банков. Далее Сергей Левченко заблокировал инициативу олигарха Олега Дерипаски по доведению тарифов на электроэнергию в Иркутской области до среднероссийского уровня, чтобы в регионе был самый низкий тариф на электрическую энергию для граждан. Кроме того, он не допустил продажу Дерипаски иркутского аэропорта. Теперь Тулун. С июля по декабрь 2019 года сотни людей напряженно и сосредоточенно работали без выходных. Работы шли практически круглосуточном режиме. Когда назначили Кобзева, темп работы начал резко падать. Той же зимой я лично побывал на стройке и был поражен тем, что возведение зданий было почти что заморожено. Это действительно так. В микрорайоне Угольщиков, где до этого активно велось строительство трех двухэтажек и по плану как минимум один дом уже должен был сдать, была полная тишина. Я встретил лишь несколько строителей. Помимо двухэтажных домов в январе должно было начаться строительство десяти пятиэтажек и детского сада. Но когда я там был, я убедился, что и в середине февраля никто ничего еще и не начинал. Ну и не удивительно, что жители Тулуна до сих пор жалуются, что не могут получить обещанное жилье. Ну может какие-то государственные средства массовой информации, которые оболгали активнейшую работу Левченко в Тулуне скажут правду про пассивность и управленческое провало Кобзева. Задаю вопрос, ну может это сделает кто-то? Да нет, конечно же нет. Они же важнейшая часть аппарата административного давления на оппозицию. Российские госсми работают против оппозиции точно так же, как западные СМИ против России. Они руководствуются задачами информационной борьбы напрочь, забывая об объективности и журналистских стандартах. Грубейшим образом власть разрушает законы, растаптывает конституцию страны, когда пачками устраивает политические процессы против членов и сторонников КПРФ. Представители других движений левого политического спектра и иных оппозиционных сил. В политической жизни страны начались лихие двадцатые. Вовсю действует право сильного. Почему власть себя так ведет? Да потому что может. Пока может. Но беззаконие не будет длиться бесконечно. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...